МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто был на экскурсии обзорной уже когда-нибудь? Все. Хорошо. Кто со мной был на экскурсии обзорной? Так что, кто помнит из экскурсии? 2 июля 1860 года. Наш город мало того, что старинный, по дальневосточным меркам, но еще и прекрасный. Сегодня частично мы его увидим. К сожалению, солнце спряталось, но тем не менее с площадки откроется вам вид на город, и вы убедитесь в том, что я прав. Так вот, мы сейчас едем с вами по местечку, которое называется Голубинная Патья. Почему так называется? Потому что до революции здесь разводили почтовых голубей. Для военных целей. Но не бомбить подводные лодки и корабли. А для того, чтобы почту Голуби могли доставлять и на корабли, и на батареи артиллерийские, и на укрепрайоны всевозможные. Потому что у нас Владивостокская крепость занимает большой площадью, то есть 250 километров на 70 километров. Вот такая большая протяженная площадь. То есть у нас 16 фортов в нее входят, 18 оборонных сооружений, укрепрайоны 23, и 71 батарея береговая и морская. То есть огромная-огромная территория покрывается. Вот поэтому мы спокойно здесь живем, потому что военные нас защищают. И издрюмим. Так вот, что здесь находится? Так как вы подрастающее поколение будете скоро поступать в институт, и с правой стороны у нас здесь находится институт сервиса. Да? Да. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Это блоки только сделали А строители были люди со всех стран То есть были здесь и вьетнамцы И китайцы, и корейцы И турки, и таджики И узбеки, и армяне И за все это им большое спасибо За то, что они построили такую красоту нам Вообще, если философски подходить К этому, в международной тематике Если бы не было гражданской войны Если бы не была революция У нас бы сейчас кого-то развивался так Хорошо, и быстро, и сильно И был бы такой же, как Сингапур Просто революция скинула наш Луниевосток назад Потому что отток капиталов Пошел после революции И стагнация началась такая вот Поэтому, ребята, никаких революций Работаем, договариваемся со всеми Сейчас мы с вами едем по По району, который у нас на родине называют Чуркин Вообще, это по острову Голгобина Название в городе Востоке Откуда берутся фамилии? В основном, это как правило Исторически так сложилось, что это фамилии Геодезистов, капитанов Которые именно здесь проводили Геодезические всевозможные измерения Обследование островов, бухт наших И поэтому присуждались бухтам и улицам Фамилии этих людей И также корабли, которые здесь проводили Эти исследования, они также увековечены были В названиях бухт, допустим Вот Аякс, Парис, ну и так далее Патрокол, это все название кораблей Все очень просто И Слободки То есть Слободками развивалось Вот у нас раньше, в Владивостоке Было много иностранцев, да? Кстати, с правой стороны Это завод, который ремонтируют подводные лодки Сейчас будет их видно На дизельной подводной лодке Восточный Верх называется И торбедоносцы Сейчас, чтобы не просмотреть Сейчас немножко Кто не видел никогда Сейчас можно будет увидеть С правой стороны А там далековано здесь Вот сейчас это здание проем Мы смотрим направо И там вы увидите черные Дизельные подводные лодки Которые здесь на ремонте стоят То есть это вот Вот направо смотрим Видите? Вот они стоят То есть у нас Страна очень сильная, да? С хорошим флотом С хорошим подводным флотом Который охраняет вас Для того, чтобы вы учились И занимались творчеством Так вот, тему я свою продолжу То есть у нас в городе Существовали Жили раньше очень много китайцев То есть сейчас они тоже есть, да? Но раньше было Был у нас Чайнатаун То есть миллионка, да? Кто знает В центре города Такой город в городе Да Так вот, китайцы Они разносили Не только воду Но они разносили По домам продукты Так как мещане Жили от зарплаты до зарплаты Всегда Вот И денег не хватало Бывало, да? То китайские разносчики Давали продукты в долг То есть они приносили По домам разносили еду Продукты Оставляли в долг И просто на дверях На косяке дверей Делали отметку мелом Что здесь им должны И потом, когда получали Люди зарплату Они отдавали в долг Вот мне всегда Молодежь наша То есть вы Говорите Зачем отдавать Можно было просто мел стереть Вы так же думаете? Да Так это ж не честно Это ж обман Это ж преступление Как что? Это экономика Это не экономия Это воровство Он даже не сомневался Как говорится В семье не без урода Нет, нет, нет Просто понимаете Раньше люди Люди очень друг друга уважали Здесь любых национальностей Строились на том На уважении Любой национальности И доверяли друг другу И весь бизнес В России раньше Строился на доверии То есть если купец сказал С кого купечесное дал Без всяких бумажек Подписанных И так далее Он должен выполнять Или просто он там Стрелялся Разорялся И так далее Вот если вот мы так будем Дальше жить То будет все хорошо В России Если мы будем стирать мел Чтобы сэкономить Еще хорошего в стране Не будем Потому что Тебя другие Еще больше обманут Понимаешь Да, конечно Когда отдавали деньги За то, что должны Днем стирался просто Все, до следующего раза Потом опять Добрали Опять писали Просто надо относиться К людям так Как ты бы хотела Чтоб к тебе люди относились Если ты хочешь Чтоб тебя все обманывали Обманывай Нет, ты есть чего не обманывай Ну а как это называется Стереть мел-то Это что за удок Я же не стирала мел Ну ладно Ты пошутила Мы поняли Молодец Я даже принимаю Зачастую Ухы Доклад Так Вскоре рождается истина А мы уже приближаемся К мосту Который называется Русский Вообще К саммиту От Тес Были построены Три мостовые сооружения Мост русский Мост Золотой Рок А третий какой? Низководный Низководный Четыре километра Четыреста метров Почти Чуть не плотает Это мост Который На свиданке идет Он с материка Идет В сторону аэропорта Через Амурский залив Вот сейчас Кто лодки не рассмотрел Вот справа Опять лодки видно Хорошо Отдалека Так вот Наш город Находится на полуострове То есть С трех сторон Он обрывается водой То есть Амурский залив С той стороны Уссурийский залив И Бухта Золотаров Через которую Мы проезжали До Улизня Улизь Бухта Улизь называется А под нами Пролив Петраль Босфор Восточный Босфор Восточный Назван был моряками Так же Как в Турции Босфор А так как Мы на Востоке Находимся Поэтому Босфор Восточный То есть Между материком И Остром Русский Походим Вообще Все эти Бухты И заливы Они входят В состав Бухты Петра Великого Бухта Петра Великого Входят в состав Японского моря А Японское море Входят в состав Тихого океана То есть Вы сейчас На берегу Тихого океана Находитесь С левой стороны Это у нас Внешний рейд А справа Внутренний рейд Кораблики стоят И ждут Свою очередь Для разгрузочных Погрузочных Работ У причалов Порта торгового И рыбного Города Влевостока Если у кого Хорошее зрение На право Посмотрите Кто со мной Был в прошлый раз Вы видели Там Я показывал Скоро Шкотовского моряка Ну то есть Это такие Белые столбики С черной полоской Вертикальной Вот когда два столбика На двух столбиках Черной полоски Совпадают Это есть Фарватер По которому корабли Заходят В борт Владивосток Если чуть в сторону Отойти Можно на месте А ночью Там работает Шкотовский маяк То есть Красный фонарь горит И по фонарю Ночью можно зайти Если война Вдруг начнется То Шкотовский маяк Выключается Чтобы кражерские корабли Не могли Зайти Порт Влевосток Ночью Под покровом Темноты Вот с правой стороны Сейчас как раз Видно Токаревский маяк Он Вот и вышка И слива Называется Токаревского окошка Почему? Потому что Там такой маленький Участок суши Идет Токаревского окошка Он был построен В 1910 году 12 метров Высотой Ни разу после этого Не ремонтировался Так вот Почему называется Токаревская окошка Когда Вода Прилив идет То покрывается Это Земля полностью водой И вы идете По щиколотку воды В воде А издалека Кажется Что вы Как Иисус По воде ходите А потом Когда вода Спадает То есть Отлив идет То Получается Земля выступает И как кошка Выгибает спину Поэтому называется Токаревская кошка То есть кошка Выгнула спину Мост русский По которому Мы проехали Он несет Книгу рекордов Кинеса Потому что Самый У него Центральный проем Перелет Пролет Извините Выгибает спину 1104 метра Это На момент Строительства Моста Самая высокая Самая длинная В общем-то Протяженность Пролета Получается И Общая длина На километр Больше Чем золотого То есть Золотой мост Общая длина 2 километра 100 метров А русский мост 3 километра 100 метров Налево Посмотрите Там Вы увидите Здание Крыша Белая Синяя Это новый наш океанариум, который запустили пару лет назад. Если вы там не были, обязательно побывать, потому что шоу, которое там представлено, я считаю, что это самое лучшее шоу морских животных, которое есть вообще на Титянском побережье, лучше, чем в Таиланде, Китае, Корее и так далее. Именно шоу. И по площади бассейнов океанариум тоже занимает у нас одно из первых мест в мире, грандиозное строение, скажем так. Долго строили, но радует сейчас жизни. Ну и востока, о котором, кстати, они все еще до сих пор ходят. Такой вот русский остров. Раньше был военной крепостью. И сюда, если бы вы приехали, допустим, 30 лет назад, вы бы сюда не попали, потому что сюда нельзя было заезжать в Иногородье, по пропускам можно было только в Востостом, можно кайтере переправиться. И когда построили мост, то стало доступным. А почему мост построили? Потому что построили мост знанием. Знание – это кампус сейчас Дальневосточного федерального университета. Хотя первоначально это было место проведения саммита ОТЭС. Что, какой вопрос? Какая еще? Ну, это была военная база. Военная база. То есть здесь были только моряки, котики морские, то есть диверсанты морские, артиллеристы. И, ну, чтобы... Дело в том, что русский остров, справа у бухты Новика, там внутренняя бухта, где сейчас очень много баз, ресторанов и так далее. Дело в том, что русский остров делали базу, как вот в Петербурге Кронштадт, который защищал вход в Бенинград, да, также и русский остров защищал вход в город Владивосток, в базу города Владивостока. Поэтому здесь и артиллерии было, очень много фортов было, подземных ходов. Владивосток вообще весь изрыт подземными ходами. Вот, допустим, здесь есть форт Петра Великого. Вот под землей ходы по площади равняют площади Безопадовских крепостей в Петербурге, допустим. Вот такие огромные объемы. Так вот, с левой стороны, это уже кампус Дальневосточного федерального университета. То есть строить начали его в 2008 году, закончили строительство в 2012 году, как раз саммиту провели саммит. И после этого стал вопрос, что делать дальше с этими прекрасными строениями. И наш президент придумал, что здесь можно сделать Дальневосточный федеральный университет, который сейчас является мечтой просто ребят с разных городов Дальнего Востока Сибири, чтобы сюда поступить. И сейчас детишки приезжают сюда, старшеклассники, встречаются по профориентации специально, вот на экскурсию к нам приезжают, встречаются с приемной комиссией, с представителями кафедр, которые им рассказывают, как надо поступать, как готовиться. На самом деле поступать легко, но шумом просто. То есть надо заниматься творчеством, участвовать в олимпиадах всевозможных. Это дополнительно баллы дает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Торzok Дима Торzok Дима Торzok Субтитры делал DimaTorzok Синие домики нарисованы, это жилые дома, где мы сейчас с вами были, красные это учебные здания, здесь находятся стадионы, вот эта спортивная зона и набережная, набережная километр 200 метров, сейчас мы с вами идем как раз на набережную Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну-ка, до Русского моста кинь Давай, кто давит! Кто за мост перекинет? Я! Что теперь не хочешь? Сделай дальше! А, нет! Неважно! Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал! 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 года постройка. Да, это линкор Полтава был. Из линкор Полтава сняли две башни, оставили сюда и две башни Севастополь. Открыть замок. Открыть замок. После этого начинается подниматься зарядник снизу. Не пугайтесь, сейчас он будет выходить прямо на вас. После того, как поднялся зарядник, поднялся зарядник, поднялся зарядник. Цветной досылатель начинает досылать снаряд. Дослал снаряд, подходит обратно, навалится один пороховой заряд, досылка второй. Пока не сидит заряжание, задача сочкового. Оттянусь, завалитая сюда пороховую трубку, как охотничий патрон. Закрыл. Выполняется операция в обратной последовательности. И начинает производиться наведение. 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 Хочу ответить сразу. Всё выполняется быстро и чётко так же. Если кого-то проводит узел или агрегация, всё переключается в нарушенном направлении. Вода и питание на вертикаль! Товарищи, море в огне 2. Вы видели, загорелась красная лампочка. Это под 6 градусов. Значит, если будет крыша ниже, тогда ничего не работает. Но заряжается. Добро пожаловать, эхmers в эту грех enough to go! Очень больно? Пойду. Ранней весной, 1915 года, командующий балтийским флотом адмирал Бессин, Вывел линкор из Гельсинфорса на практические стрельбы. Дистанция до цели пол 105 кабельтовых. Прицел пол 105, смещение двадцать четвертью. Прицел пол 105, смещение двадцать четвертью. Наладить по левой кромке щита. Прицел на сперва. Наряд практический, аккурат боевой. Первый наладчик к цельмизу. Второй наладчик к цельмизу. Недалек. Недалек. Куда ж такое сближение ставить? Меньше два, сближение двадцать четвертью. Залп. Недалек. Недалек. Двух сердца на ходу. Вир, говори, неправильный. Мерзает. Обнаглели совсем. Командующего правят. Он прав. Внесите поправку. Прицел прежний, автомат сближения три. Поражение через 30 секунд. Залп. 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 Лоток загружен. Трубка. Есть трубка. Затвор. Затвор. Залп. Покрытие. Залп. 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 Покрытие. Сукин, ты сын? Ладно. Получи на гульбу. Ступай. Есть! А в музее Патриот, который находится возле Варшавской батареи, там коллекция техники советской. То есть танки стоят, БТРы, десантные машины. Это тоже очень интересно. Особенно мальчишка. Хотя девочки тоже некоторые интересуют детальниками. Вот видите, справа напротив нас получается остров Скриплево. Там есть маяк. И с левой стороны там был остров Пасаркина. Там тоже маяк. И ночью эти маяки светятся разными огоньками для того, чтобы судоводители не заблудились и прошли в нужную сторону. Когда в тумане или в темноте, они ориентируются по цвету маяка. А сейчас с правой стороны внизу будет одна из батарей береговых в Варшавской крытости. Всего я говорил, что с 7 стороны батареи, а береговая и морская. Ну, значит, вот одна из восстановленных. То есть здесь и на Кейтарской, и батарея идет. Вон, мальчишки, смотрите, направо. И девчонки. На самом деле пушки не настоящие. Это восстановленные пушки, потому что в годы Первой мировой войны орудия были сняты с Варшавской крепости в основном все и направлены на запад, на фронт. С немцами воевали. Помните, да, с кем была Первая мировая война? С теми же, что и Вторая. И когда к саммиту восстанавливалось, то на Васильевской батареи, здесь и на Кейтарской находится, она восстановлена была, другая нет. Но это повело больше. К саммиту ее восстанавливалось. Кейтарской батареи Кейтарской батареи Так, ладно, проезжаем опять Русский мост. Русский мост до воды 70 метров высота. То есть практически любое судно многопалубное, океаническое может пройти спокойно под нашим Русским мостом. И если вспомнить, какая высота у Крымского... Там сколько, кто помнит? Кто помнит, Крымский мост, какая высота до воды? Знает кто-нибудь? 35 метров. Она у нас 70. То есть два раза выше. А вот Золотой Рог мост, там 64 метра до воды. Да, и опоры, на которых держится мост, здесь 324 метра. И самый длинный канат получается 580 метров. Представляешь, это больше полукилометра канат, то есть на которых держится мост. С правой стороны вот такое незаметное здание, скромное. На самом деле очень важно для города, настолько, потому что здесь служба спасения находится. И то есть если служба приходит, сигнал, то он сюда поступает. И здесь уже принимают все решения, кто будет спасать, кого спасать, где спасать, когда спасают и так далее. И на воде, да, Ростове? Да, то есть от Тихийского форта, ну, Тихийского океана, вот управление здесь служба спасения. С правой стороны полуострова Басаргина. Место очень печально для Владивостока, потому что именно отсюда, из-за полуострова Басаргина, единственный раз город Владивосток был обстрелян японскими кораблями. Да, 7 кораблей подошли в 1904 году. И обстреляли город Владивосток. 200 снарядов. Выпустили один человек, гражданская женщина, погибла. А с левой стороны, это улица Басаргина, здесь находится тоже. И дома, это Шуваловская деревня называется в народе. Шувалов, премьер-министр, как бы инициатор строительства был этих домов, потому что он решил, что дома эти, выходящие на море, сильно на море выходят, будут очень популярны среди иностранных бизнесменов. Ну, получилось, что русские здесь покупают, россияне, больше квартир, чем иностранные бизнесмены. А бизнесмены живут, лежат бизнесменов. Все-таки ездить, присматривать. С правой стороны морское кладбище, мемориальное. Здесь покоится у нас Арсеньев, да? Арсеньев, краевед, наш известный писатель, знаете, да? Надеюсь, кто местный. А, вы же все местные, востокские, приморские, да? Здесь же Белочехи покоятся на мемориальном комплексе. Здесь же Герой Ларяга. Ну, много известных людей силослушных. На территории Приморского края существовало три государственности. В X веке это государство Бахаи было в Приморье. Потом пришли им на Северном Кидании. Это племя кочевое пришли с севера на запад. Потом пришли, было царство Джорджини. Потом царство Джорджини разгромили монголы, кочевники. И, в общем-то, разорили надолго. Потом царство Юань тут растирало свою власть на эти земные. Но никто не жил, потому что и корейцы, и китайцы, они самоизоляцией занимались очень долго, как государство. Поэтому здесь земли были пустынные. Поэтому, когда сюда россияне пришли, в общем-то, седлых, других городов здесь сел не было. То есть приходили сюда Манчжуры. Китайцы вели в основном такой сезонный упражнение. То есть добывали здесь женьшень, вылавливали трепанга. Потому что китайское название бухты Золотой Рог было бухта голубого трепанга. А вообще до русских, которые здесь впервые появились в 1859 году, это корвет Америка был во главе с Муравьевым Моглушким, губернатором Сибири, восточной. Здесь были англичане и французы. Французы здесь добывали китов, а англичане военные в основном ходили, потому что в основном война-то это было с турками, и англичане были на стороне турок. В общем-то, и первое название вот этих мест дали именно на картах все англичане. То есть вот бухта Золотой Рог называлась бухта Порт-Мэй, а бухта Восточный назывался Гамилен. Пролит Гамилен. А потом, когда уже Морой-Хамурский сюда пришел в 1859, он выбрал это место для строительства города Востока, Владей Востоком, так и пошло название. И уже в 1860 году сюда пришел транспорт Манчжур. Высадил 30 человек, 28 нижних чинов Сибирской флотилии и 2 офицера. И вот эти 30 человек начали строить, в тайке, на пустом месте, начали строительство поста Волево-Востока. Вот так вот город и появился. Через год он уже встал в Порто-Франко. Порто-Франко – это порт беспошлиной торговли. То есть, что сейчас пытаются Волево-Восток возобновить, но тогда это быстро пошло. Что такое Порто-Франко? То есть, я бизнесмен американский, могу привезти без пошлина сюда, ввезти любые грузы, ставить в Волево-Востоке, и потом, когда мне надо будет, перебросить в Японию или Манчжурию, или Сингапур, куда угодно. За что сейчас Трамп с Европы, говорится, пошлины вводит. Вот у нас была беспошлиная торговля. Беспошлиный порт. Поэтому он стал очень быстро развиваться. И в 1897 году уже Николай II выделил 600 тысяч рублей золотом, чтобы построить наш торговый порт. Сейчас торговый порт имеет 17 причалов, 4 километра. Это причало тяло 20 километров путей из дорожных и так далее. Вот так вот город развивался. В 1880 году Волево-Восток стал городом, поэтому до этого он был постолом. В 1880 году он стал называться городом, в 1889 году он стал называться крепостью. Сейчас мы с вами заедем к Мариинскому театру. Вовнутрь не будем заходить, просто пофотографируемся на фоне моста Золотой Рог. Там красивые фотографии получается от театра. И на фоне театра, кто хочет, тоже можно сфотографироваться, потому что это ваше родное, будущее ваше, можно сказать. Я надеюсь, мы вас верим. Сюда, внимание, смотрим все. Улыбаемся, счастливые, довольные. А теперь про печи. Раз, два, три, раз, два, три. Под нами мы проезжаем рыбный порт. В 1938 году основан. Первая женщина капитана, она была уже и первым директором этого рыбного порта. Счетинина Анна. Да, да, в 1938 году она его приняла. А вот если на право посмотрите, в самом конце бухты, там белое здание с красным. Это завод Toyota и Mazda собирают здесь Land Cruiser, джипы у нас и Mazda машины. Потом с левой стороны этот завод идет. Это самый первый судоремонтный завод. У нас на Дальнем Востоке. Сосаревич Николай, когда здесь был, будущий наш царь Николай II, он заложил как раз эти судоремонтные мастерские. Первые, это 1891 год. В набережной Сосаревича вот внизу здесь будет праздник как раз выпускной. Раньше это был номерный завод, а сейчас для молодежи здесь сделаны набережные гуляния, катания, танцев там и прочее. И салют хорошо отсюда смотреть очень. А в цирке были уже в Новом? Цирк сейчас на каникулах, представления там нет. Закончил май, закончили уже. Водное шоу было. Новый год Promotion ład, это счастливо. Музыка 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 Музык Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы часть только города, центра посмотрели К сожалению, больше не успеваем по времени На самом деле у нас город большой Есть что посмотреть еще Но на будущее оставим